привет привет всем продолжаю рассказывать о символиках карта тара и на очереди у нас 11 вот хоть здесь и написано 8 этот аркан называется сила или по-другому желание страсть радость жизни ну естественно ключевые слова это силы и энергия в большинстве колод сила идет все-таки под названием 8 аркана вот 11 это справедливость точки зрения нумерологии то более правильно однако white поменял местами силу и справедливость потому что посчитал такой порядок более правильно астрологически и так мистерия силы но силы даже жизнеутверждающие аркан это энергия радость страсть любовь к плотским удовольствием вопрос который ставит перед нами сила кто победит животные инстинкты или сила человеческого духа но перед нами девушка которая как бы является ведущей и лев который уже украшен это подсказочка нам всем что не следуй за животными инстинктами управляй ими и ты высвозишь себе силу ну конечно речь идет не саму он сам уверенности в ее обычном смысле но сила это как но такая спокойная уверенность тех кто нашел свое прибежище и понимает что такое высшие силы и высший закон в целом эта карта говорит об отваге с которым мы сражаемся с приворотностями судьбы с врагами внешними и внутренними ну и надуманными и ненадуманными наиболее известные как бы герой 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 которые победили льва но это всем известны самсон геракл и пророк дни конечно очень много об этом как бы говорится ну что у нас здесь мы здесь видим девушку льва и как бы вот девушка она вот совершенно его не боится и и кстати вот поводком служит вот такая вот гирлянда из цветов которые у нее находится кстати на третьей чакре вот ну это об этом чуть чуть попозже буду рассказать ну что давайте все таки по порядочку вот начну я конечно с девушки это центральная фигура она олицетворяет духовное начало в человеке это частичка что приходит к нам момент рождения покидая тело в момент смерти белое платье девушки говорит о ее невинности чистоте венок на голове девушки и как бы вот вот этот вот вот эта гирлянда из цветов которая опоясывает ее и по многие говорят что она как бы является на поводком у льва ну может быть это и правильно может быть так оно и есть это благое иго или не совсем легкое бремя ну вот здесь есть как бы многие учитывают как бы намекает нам на венок который пронес иисус христос но приоритет духа закона от его буквы верх верховенства духа над душой лев но это как бы вторая фигура на этой карте это физическое животное составляю с человеком он олицетворяет физические силы иммунитет сексуальная активность лев вообще-то очень сильные конечно животные грозные так что вот наши на сильный инстинкт инстинкты и желание тела с одной стороны они помогают выжить конечно нам но с другой они не должны превалировать над духовной составляющей не нужно чтобы наше физическое как бы желание преобладала надо тем что мы можем как бы понять и как бы и осознать да не будем превращаться все таки мы в животных хорошо а вот фон нам служит как бы желтое все таки вот здесь вот больше желтого желтый намекает нам на третью чакру и 3 чакра она у нас от этого олицетворяет все таки действия вот нужно действовать или как бы по любым кармическим законам карма это действие вот здесь не дали как бы вдали виднеется голубая гора ну само изображением на его голубым говорит нам могу а пятой чакре она является как бы голубая и точно так же вот все действие должно быть связано все таки с более высшими арканами и нужно конечно начало все таки на понять осознать сказать а уже потом как бы все это применить но обычно очень часто люди делают наоборот они сначала делают а потом все таки осмысливают надо девушкой мы видим как бы знак бесконечности этот знак бесконечности также был у 1 нашего аркана вот у мага это все таким знак бесконечности или по-другому называется лимни скота знак святого духа знак жизни и и цикличности и бесконечности так что все повторяется красный цвет льва льва ну здесь у меня немножечко желтоватый но в принципе он должен быть все таки красноватым вот ну это в оригинале скорее всего карты не является у меня оригинальными вот означает страсть активность силу был хим в алхимии красный красный лев означает средство при помощи которого низшие вещества превращается в золото вот он я уже превратился вот такого вот в золотого льва сила как бы сильные стороны силы это силы любви страсть физическая любовь смелость взрыв эмоций вера в себя бесстрашие силы духа контроль над желанием выносливость упорство предлай преодоление трудности заслуженная награда ну слабые стороны это конечно агрессия насилие сад садизм состояние аффекта мягкое принуждение манипулирование сюда идет потыкание животным инстинктом боясь трудности ну естественно эта карта очень часто связывается здоровьем физическая работа занятие спортом активная жизненная позиция энергии энергичная деятельность творческий подъем яркие переживания и сильные ощущения сама карта может также говорить о том что необходимо совершенствовать тело и разум и дух физическая природа этой карты очевидно обратите внимание на потребности своего тела выберите программу упражнений диету ознакомиться различными системы касающимся повышения уровня ваших жизненных сил но если еще один аспект этой карты она может означать инвалидность может показать немощь слабость бессилие и минимум веры во что то это бессилие неверия вы не должны позволять чтобы другие руководили вами сознание сознательно и намеренно вредили вам всем мы одинаковы давайте любить относиться как бы ко всем как к равным вообще события значения смысл ларка на это период энергичной деятельности успеха признание публики смелость заинтересованность равновесие между разумом инстинктом цель и задачи любить жизнь принять жизнь с радостью вдохновением укротите изменить животное начало с помощью любви предостережение аркана не переценивайте свои силы не доводите дела до разрушительных последствий не показывайте свои животные инстинкты чтобы я еще хотела бы вам как бы какие-то наставления ну вот одиннадцатое вообще число оно связано очень много с огнем поэтому зажигайте свечи установите гармонию с огнем вот пусть твои знания и умения воплотятся в действие развивайте свои желания согласуйте мысли сердцем а сердце желаниями и дайте волю страстям на этом пока пока